Центр казачьей культуры «Вольная станица» сформированный на базе штаба Хуторского казачьего общества Раменского района. Открылся 28 октября. Здесь будет проводиться научно-исследовательская, просветительская и культурно-досуговая работа. Открытие состоялось при поддержке правительства Московской области и администрации Раменского района. Такой центр даст нам возможность еще больше узнать, во-первых, про такое явление России как казачество, узнать нашим молодежи, нашим детям об этом явлении. И в то же время даст нам возможность сделать многое для того, чтобы дать нашему молодому поколению еще больше возможностей воспитывать себе патриотизм и любовь к нашей Родине. Местное хуторское общество казачье, Раменское, сделало то, что не удалось еще сделать никому вообще. Не только в Московской области, но и в Центральном федеральном округе они первые открыли такой центр. Конечно, если спрашивать, почему или как так удается, кому-то удается, кому нет, здесь нужно сказать самое главное. Есть Вячеслав Николаевич Коценко, есть энтузиаст, настоящий сподвижник, вокруг него есть люди, есть настоящая команда. Ядром, конечно, является наша гордость, два казачьих ансамбля, два ансамбля казачьей культуры, это Вольная станица и братья-казаки, которых знают не только в Подмосковье, на самом деле, но и в стране знают, и за ее пределами. Здравствуйте, дорогие гости, ребята, которые сегодня, несмотря все-таки на прохладную погоду, выдержали, стоят в строю. Я хочу сказать, что именно для этих, в основном для этих ребятишек, для этого поколения мы создаем этот центр, чтобы была возможность передать им все, что сегодня умеем и знаем мы. Защита родной земли, верность, долгу и вера. Эти ценности призван хранить и продвигать новый центр казачьей культуры «Вольная станица». Если раньше все направления хуторского казачьего общества существовали разрозненно, то теперь центр казачьей культуры в Раменском позволит создать единое культурное пространство. Здесь будут работать военно-патриотический клуб «Высота», кадетская школа, где ребят подготовят к поступлению в военные учебные заведения, ансамбль «Вольная станица» и «Братья-казаки», пропагандирующие казачью культуру. Многое лето, многое лето, многое лето пропоем за ваши дела, пропричим «Ура! Ура! 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 Ура!» В «Вольную станицу» ежедневно будут посещать сотни детей, которых обучат не только танцам и пению, но и сценическому мастерству, народным промыслам, игре на музыкальных инструментах, истории казачества и России. Учить молодых артистов приглашены профессиональные исполнители казачьего и народного фольклора. Центр, он наполнен таким, знаете ли, реально теплом наполнен. И я надеюсь, что вот даже те преподаватели, которые были сегодня представлены в ходе такой презентации, да, это тоже люди. Они, с одной стороны, очень профессиональные, у всех есть профессиональное образование, и выпускники Гнесинки, и выпускники ГИКИСа. Но, с другой стороны, видно, что людям самим очень интересно. И дети, которые выступали сегодня, по ним тоже было видно. Поэтому, конечно, мое настроение поменялось коренным образом. Я впечатлена, и мы постараемся, конечно, с своей стороны тоже оказать поддержку этому центру. В настоящее время ансамбль готовится к большим гастролям. 5 ноября коллектив выступит в Чеченской Республике, а в дальнейшем планирует тур по городам Подмосковья. Андрей Пластунов, Марина Миткевич, для программы «Городские вести». Продолжение следует...